Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Новый день. Спасибо всем, кто подписывается на YouTube канал и присоединяется в Telegram чату. Ссылочка в описании. Девочки, девочки у себя в номере в отеле и Оксана говорит о том, что вот они были на море и первое впечатление не очень понравилось. Что будешь делать? Вот такое вот оно впечатление. Не всегда оно нравится. Оксана не умеет говорить, просто не умеет говорить. Не умеет выражать свои мысли ни на русском, ни на английском. Хотя казалось бы, да, столько она уже катается, столько она видела стран. Она сталкивалась не единожды с языковым барьером. Но я смотрю, жизнь её ничему не учит. Она даже не подумала сесть и выучить какие-то элементарные слова и выражения, которые понадобятся. Нет, она единственное выучила «я хочу есть» такую фразу, да. Ну и в принципе всё. Ну так, какие-то общие фразы вроде «hello», очень мне понравилось её «hello», вроде «how much», ну и, наверное, «thank you», ну и всё. Вот этими фразами как-то вот, вы знаете, Оксана умудряется обходиться. Уникальная, конечно, ситуация. Сегодня они завтракают и обедают вместо ужина. У них отель не предусматривает систему «всё включено», поэтому у них нет анимации, насколько я понимаю. Отель не пляжный, как сказала Лена. И, я так понимаю, только два раза их кормят. Ну да, зато дёшево. А вот вообще, если так задуматься, вот для чего они туда ехали, вот для чего, особенно вот для чего Оксане туда было ехать, тоже мне это не понять. С одной стороны, конечно, да, она поедет, поснимает что-то, но с другой стороны, это будет дублирующий контент, она повторяет вслед за Леной всё. Так что выгоды для Оксаны особо-то я и не вижу. Но, видите, не может она оставить любимую сестричку никак в беде. А беда для Лены – это серьёзное, потому как тратить деньги для Лены – это всегда беда. А теперь вот они эту беду разделили на двоих. Всё попроще будет, да? За себя Оксана заплатит, ну и Лена заплатит за себя. Уже как-то экономия, согласитесь. А вот если бы Оксана вообще никуда не полетела бы, она бы вообще очень классно сэкономила бы. Правильно говорят. Сэкономил – значит заработал. Вот так Оксана бы очень много заработала бы. Но, видите, пришлось ехать с любимой сестричкой Леночкой. Ну а как иначе? И вот вышли Лена и Оксана из своего номера. Лена ушла вперёд, уже идёт по направлению к лифту. А Оксана увидела, что убирает персонал номер по соседству. И без всякого зашла в этот номер. Я была просто в шоке от наглости Оксаны. Ну, насколько мне известно, в отелях это нельзя делать. Это чуть ли не преследуется по закону. Насколько мне известно. Возможно, я не права. Но то, что вот, к примеру, о себе могу сказать, так никогда в жизни о себе такого не позволяло. Если мне надо было что-то спросить у персонала, я старалась говорить с ними в коридоре. В местах общего пользования, так сказать. А в номер зайти, даже когда там уборка, когда там двери на распашку и там персонал убирать. Нет, никогда в жизни это запрещено. Ну, а Оксана что? Оксана захотела, Оксана зашла. Показала нам номер. И во все комнаты она зашла. Говорит, о, так это ж прям вот апартаменты. Это ж прям тут можно жить. Это ж прям так здорово всё. Вы посмотрите, тут и кухня есть, и плита какая большая. Тут какие комнаты. Короче говоря, я так понимаю, что у персонала глаза вылезли на лоб. Я думаю, что они впервые в жизни с такой наглостью столкнулись. Мало того, что она туда зашла, так ещё и с камерой. И стала что-то говорить, что-то снимать. Ну, короче говоря, ужас, конечно, да. И вот, наконец-то, сестрички в лифте. И кто-то из них, то ли Лена, то ли Оксана, говорит, жми на «Ж». Там кнопочка, означающая открыть-закрыть дверь. И вот вы знаете, мне то самое «жми на «Ж»» напомнило фразу «делай медведя». Помните из известного фильма «За двумя зайцами». «Делай медведя» игре шампанское. Помните? Как принять, как принять. И вот вы знаете, Оксана мне своей прической очень напомнила главную героиню из этого фильма. Какие-то локоны были накручены Оксану. Понятное дело, взяли они с собой плойки. И, понятное дело, ими Оксана не применила воспользоваться. Не, ну, в самом деле, что, зря брали эти плойки, что ли, с собой этот груз тащили? Нет, не зря. И вот Оксана теперь ходит по Эмиратам красивая. Приехали они на тот этаж, где бассейн располагается. У дверей бассейна сидит сотрудник отеля. И Оксана спрашивает. Здесь свимин? Свимин? Пул? В общем, да, английский Оксана, конечно, тот ещё английский. Но главное, что их понимает этот самый сотрудник. Говорит, да-да, здесь, конечно. Мол, женщины с такого-то по такой-то час. Ну, Оксана это понимает по-своему. Говорит, женщины всегда могут, а мужчины иногда. И вот вы знаете, с ней не поспоришь. Тут Оксана права на все сто процентов. Ну, пришли они в столовую, ну, или в ресторан при этом отеле. Ну, и Оксана по своему обыкновению здоровается. Hello, hello. Ну, проблем, да? Окей? Ужас какой-то. Какой-то кошмар. Как она разговаривает? Взяла она себе суп с кукурузой. Да, именно так Оксана и выразилась. Суп кукурузы. А ещё у неё было интересное блюдо. Картошка с мясом. Я несколько раз переслушала этот момент. Картошка через «ы». Как вам нравится? Не картошка, а картошка. Ну, что ж сказать. Если у Оксаны есть серги и бруки, то почему бы не быть уже и картошки тоже. Салатик ещё взяла себе на сладкое семена мечея. Но что это такое, она так и не вспомнила. Да, что-то семена чея. Говорит, вот что это, не могу вспомнить. Точнее, даже и не знаю. Это как, Оксана? Не знала, не знала и забыла? Или как это понять? Ты вспомнить не можешь или ты в принципе не знаешь? Ну, в этом всё Оксана. Наконец-то сестрички поели и пошли уже к автобусной остановке. Идут они через какой-то там переход. И в этом переходе есть тоже какие-то небольшие такие вот магазинчики. Оксана нам попутно рассказывает, что, мол, если у вас есть сим-карта, которую вам подарили при прилёте, что ли, там есть один гигабайт, что ли, интернета в подарок, для того, чтобы его активировать, надо ввести свой год рождения. Он говорит, ну вот, например, 1994. Или какой у вас есть? Действительно, какой у кого есть год рождения? Мне, в общем, как-то понятно, что Оксана хотела сказать, но, опять же, очень-очень корявенько она выразилась. Ну, и вот в одном из этих магазинчиков решили они обменять валюту. Оксана говорит, надо найти, где можно обменять валюту. По-русски, change. Во-первых, exchange. Во-вторых, не по-русски, а по-английски. Но в итоге, конечно, не нашли обменник. И, слава богу, хорошо, всё поменяли, замечательно. Сказали, что в отеле грабительский курс. И лучше бы они меняли бы тут сразу. Но, опять же, кто об этом знал? Правильно, знал бы, где упадёшь, столовку подстелил бы. А так уже поменяли. Им надо быть благодарными сотрудникам отеля за то, что они, в принципе, поменяли им деньги. И они хоть за что-то могли на первых порах расплатиться. И там оставили депозит ещё. И боятся теперь, что им не хватит этого депозита там для каких-то других целей. В общем, да, сплошные проблемы у девочек. Девочек, чего было ехать в очередной раз, задаюсь этим вопросом. Я не понимаю, зачем оно им надо было, тоже непонятно. Это лишняя трата денег. Ну вот, действительно. Хотя нет, почему? Я знаю, зачем они приехали. Зашла Оксана в продуктовый магазинчик и говорит, обязательно папе надо купить апельсины. Говорит, ну или мандарины. Ну, нормально так. Так, Лена ходит рядом с Оксаной. У Лены даже и рядом нет мысли, что маме надо что-то купить, папе надо что-то купить. Помнится, мне Оксана привозила из ПТИ манго маме с папой. Теперь вот хочет папе апельсины. Ну, я так понимаю, мама тоже поест эти самые апельсины. Но такое ощущение, что апельсинов нет на родине. Вот надо именно вот отсюда везти. Возможно, это какой-то другой сорт. Возможно, это более сладкий. Всё может быть. Но, опять же, зачем? Это груз в любом случае. И за перегруз чемодана придётся заплатить. Ну, стоит ли овчинка в уделке? По-моему, нет. Но радует то, что Оксана думает про родителей, в отличие от Лены. Лена вообще не думает ни о коме, ни о чём. Нет, ну, кроме себя, любимая. Понятное дело, Лена пошла, купила туфельки такие блестящие. Да, дешёвые. Да, возможно, они расклеются совсем скоро, от первого дождя. Или просто разорвутся, я не знаю, по какой-либо причине. Да, может быть, на один-два дня. Но они красивые, они блестящие. Всё, как Лена любит. И самое главное, они дешёвые. Поэтому Лена себе их купила. Почему-то она их упорно называет тапочками. Ну, это Лена. Ну, Оксана продолжает ходить по продуктовому. Говорит, о, соевый соус. Говорит, это я знаю. Да, в бутылках соевого соус. А что такое винегар? Я не знаю, говорит, что такое винегар. Ну, произнеси немного иначе. Ты узнаешь, что это уксус, Оксана. И хорошо, что она не купила. Там полуторалитровая бутылка этого самого винегара. Так называемого была. Представляете, купила бы, открыла бы в номере отеля, поняла бы, что это уксус. Но была бы очень разочарована, с одной стороны. Но с другой стороны, на ошибках учится. Она всю жизнь запомнила бы, как по-английски написать уксус. Написать, но не проговорить. Потому как винегар, ну, это не совсем то произношение, согласитесь. Уксус по-английски звучит иначе. Увидела чемоданы в продаже. Говорит, вот какой хороший, синенький и легенький, и удобненький. А этот вообще, говорит, тоже синенький, легенький, удобненький. Подходит под размеры ручной клади. В общем, говорит, наверное, я куплю себе тот новый чемодан. Даже вот присмотрела, какой подошла. Лена тоже посмотрела. Говорит, да, он легкий, хороший. Правда, сколько он весит, нигде они не увидели, где написано, на бирочке не было написано. И Оксана выдает, старый я оставлю тут. Думаю, нормально. Так, ты где его собрался ставить? Где? В отеле, в номере? Чтобы потом сотрудники отеля не знали, что с твоим старым чемоданом делать и куда его выбрасывать? Ты реально считаешь, что у сотрудника в отеле нет никаких других проблем, как только твоим чемоданом заниматься старым? Ну, так себе, конечно, Оксана, это была идея. Но я, конечно, впервые о таком слышу, чтобы приехать куда-нибудь на отдых, в отпуск, в отель и ставить свой старый чемодан тут, купить себе новый и уехать снова. Оксана вообще уникальна. То она в чужой номер заходит, то на свой старый чемодан решила оставить тут. Да уж. Одна мысль интереснее другой в её голове. Продолжают они ходить по этим магазинчикам и Оксана выдаёт, Ване надо купить что-то в подарок. Да, нормально так. Вон мама Вани ходит и даже не вспоминает о том, что у неё сын есть и что этому сыну надо что-то купить. А видите, Оксана вот помнит, да, похвально. Очень похвально. И я не удивлюсь, если Лена ещё скажет Оксане, а это очень дешёвый подарок, надо подороже, Ваня. Да, конечно, надо подороже. Я не удивлюсь, если всё будет именно так. Ведь уже была подобная ситуация. Была. Лена без зазрения совести Оксане подсказывала, что именно баню хочет и по какой именно цене. Что-то вроде того было, да? Мол, я не могу купить, купи ты. Нормально так. Ну, а Оксана идёт дальше, разглядывает витрины и говорит, а вот тут дядька с мужиком. Это как? Вообще, каким критерием Оксана может определить вот это вот дядька, а вот это вот мужик? Просто интересно. Ну да, там в магазине были двое, я так понимаю, да? Лиц мужского пола. Один был дядькой, а второй был мужиком. Вот так. Ну, а Лена и Оксана всегда девочки-девочки. Ни в коем случае ни девушки, ни женщины, и уж тем более никакие они не бабушки, нет. Они всегда девочки. Престарелые, но девочки. Радуется Оксана, что нашла она магазин дешёвых цен. Опять у неё цены стали дешёвыми. Но, видимо, где-то есть магазин дорогие цены по лунке Оксаны. И Лена рядом с Оксаной тоже ходит и говорит, вот мне надо найти джинсовый сарафан, потому как свой старый она не взяла с собой. А почему? Потому как очень обрезала его сильно. Думаю, да ладно, неужели ты это стала понимать, Лена? Что ты прям действительно перестаралась с укорачиванием этого самого своего сарафана. А при стирке Лена говорит, он ещё и сел. Подсел, как выразилась Лена. И Оксана её поняла. Говорит, да, подсел. Ну, подсел так, подсел, подумала я. Интересно, какой длины Лена на этот раз выберет себе сарафан? Вот просто интересно. И купит ли себе Оксана подобный? Ну, а почему бы и нет? Они ведь ходят в одинаковых туничках. Страшных, старых, уже, ну, просто неприличие коротких, но в одинаковых. Так что, я думаю, Оксана тоже сменит свою туничку, вот эту вот оранжево-чёрную, на какой-нибудь джинсовый сарафанчик. Точно такой же, как и у Лены. Нельзя ничем отличаться от Лены. Они должны быть в одинаковой одежде. Правильно вы мне пишите в комментариях, что это очень странное желание. Они ведь не близнецы, да даже если бы они были и близнецов, и тех родителей одевают по-разному. А тут взрослые тётки и одеваются одинаково. Ну, это вообще за гранью, конечно, добра и зла. Никому из них не хочется быть яркой индивидуальностью. Правда ведь? Правда ведь. И вот они ходят, ну, действительно, правильно Оксана сказала, мы с Тамарой ходим парой. Да, санитара мы с Тамарой надо было добавить уже прямо. Но если цитировать во рту, то уже до конца цитировать. Но, видимо, продолжение этого стихотворения, замечательного стихотворения не знает ни одна из сестричек. Ну, на этом буду заканчивать свой обзор. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока. Пока.